Он должен уйти с линии боевого огня. Мы слили и отдали на анализы. Зависит реально жизнь людей. Сезон 2019 года я целиком проведу в ралли. Гоночный мотор его и так непросто запустить, особенно зима. Работа двигателя с сухим картером – наглядная демонстрация возможностей триботехнических составов. А в экстремальной ситуации, например, при полной потере масла, надежный способ спасти движок. Танк попадания происходит в двигатель, масло уходит. А на полном газу танк, чтобы людей не убило, он должен уйти с линии боевого огня. И вот эта формула, это по сути та же формула, которая в российских танках используется. Но поскольку мы ездим не в танках и не по полю боя, то без масла никуда. Это ясно. Вопрос – какое выбрать? Моторные масла, как и все прочее в нашем стремительном мире, меняются и совершенствуются. Современные двигатели куда сложнее своих дедов из 90-х годов. Из-за этого они и к маслу чувствительнее. Гидрокрекинг почти убил чистую минералку, а самого его активно теснит масло полностью синтезированное. Оно поднялось в топ водительских пристрастий, потому что работает лучше и использует самые свежие идеи автохимиков. Наши потребители задали вопрос – господа, а все-таки какое масло лучше использовать? Мы так и сказали – лучше использовать все-таки наше масло. Но наше масло только сейчас мы начали создавать. Это масло соответствует всем тем характеристикам и свойствам, которые, наверное, будут интересным потребителям. Первым продуктом, который мы сделали, это моторные масла 5В30 и 5В40. Это наиболее ходовая вязкость для нашего рынка. Надо сказать, что мы технические задания это писали с учетом наших специфических условий. Это высокая запыленность, пробки, качество топлива. Собственно говоря, отсюда и требования такие были высокие. Но это масло по своим треботехническим характеристикам, по сути дела, спортивное масло. То есть выше уже некуда. Это реально масло можно залить и даже поехать на кольцевые гонки. Маша Апарина, гонщица из гонщиц и чемпионка из чемпионок, стала первой жертвой испытаний нашей новинки в автоспорте. Есть одна проблема – нет масла нигде, нужно заливать. Правильно? Ну, как сказать-то, масло-то вроде есть. Но, мне кажется, не то. Но крутого масла у меня еще не было. Протехотомия, он подходит для любых автомобилей, в том числе и для спортивных. То есть нагрузки выдержит? Конечно. Масло – чистая синтетика, поэтому… Скажем честно, технический директор женского экипажа Максим Григорьев изначально рисковать своим «Мавериком» не очень-то и хотел. Менять марку масла в разгар сезона – очень большой риск. Я переживал до последнего, сомневался, потому что масло новое. И просто спросил, вы уверены в том, что я залью это масло и машина отработает все гонки отлично? Мне сказали, уверены на 150%, что это масло отличное, что оно правильное и отработает, и покажет себя идеально. После чего мы его залили. Все еще неуверенный до конца Максим решил обратиться в лабораторию с просьбой проверить предыдущее масло. Мы слили и отдали на анализы. Это, наверное, будет антиреклама, но нам немножко не понравились характеристики именно при эксплуатации в наших условиях. Масло очень быстро темнеет. И, мало того, это не только наша была визуальная оценка, были еще несколько экипажей, которые тоже жаловались на масла других производителей. После этого Максим поменял масло в «Маверике» на «Супротек Атомиум». И Маша проехала несколько тяжелейших гонок. Она выиграла и «Шелковый путь», и «Чемпионат России». А это уже не маркетинговые уговоры. Это факт. В результате тюнинг ателье Максима Григорьева вообще отказалась рекомендовать клиентам масла других брендов. Только «Супротек Атомиум». Мы занимаемся здесь подготовкой внедорожников для самых всевозможных условий эксплуатации. От самых тяжелых до, наверное, простых. Приезжают к нам со всех регионов. От того, как мы сделаем свою работу и что в них будет залито, зависит реально жизнь людей. И я не слышал ни одного плохого отзыва о нашей компании. Ну, я просто не могу рекомендовать что-то плохое. Я должен быть уверен, что надоедет до Владивостока, либо до Африки. И с машиной ничего не случится. Поэтому, если нужен внедорожник на лучшей подвеске и лучшем маслом, то это у нас. Пилот Дмитрий Воронов тестировал новое масло параллельно с Машей. Не на «Маверике», конечно, а на легендарной «Ниве». Причем две первые гонки сезона он отъездил на другом масле. А следующие три уже на «Супротек Атомиум». Первый гонка летнего сезона «Астрахань». Там было другое масло залитое. Пока еще у нас не было мы «Атомиум», мы не могли его залить. И вот добыли нюансы в песках. Были небольшие такие уже опасности по температуре работы двигателя. Перед этапом самым сложным этого сезона «Шелковый путь» нам уже пришло наше масло «Атомиум». Мы его залили во все агрегаты нашего машины. И там был очень такой запоминающийся сложный участок, когда был этап «Волгоград-Липецк». «Арчагинские пески». Я ехал там первый раз, не знал о проблеме этого этапа. Ехал по лесу и оп, пески. И там сошло две или три машины, именно потому что у них вскипели моторы, там ушли за температуру за 150, и надо было либо останавливаться, либо ехать дальше. Другим участникам, которые столкнулись с этой проблемой. У нас же там доходило температура масла до какого-то 105-107 температуры, но это для гоночного двигателя абсолютно нормально. В чем значит заслуга, что наше масло «Атомиум», которое мы заливали сюда 5,40, обладает неплохими охлаждающими свойствами. Мы проехали всю дистанцию вот эту сложную без проблем. Полностью синтетическая база и очень хороший пакет присадок позволил поднять динамическую вязкость при 150 градусах приблизительно до 3,8 милипаскаль на секунду. Это говорит о том, что при высоких температурах и нагрузках пленка не продавливается, а значит меньше износ, меньше потери на трение, меньше температура. Сезон 2019 года я целиком проведу в ралли и буду выступать на машине Mitsubishi Lancer Evolution. После сезона этого года в ралли-рейдах я с уверенностью могу сказать, что мы будем использовать здесь Suprotec Atomium, как в моторе, так и в коробке. И в целом в остальных машинах, которые мы обслуживаем, там их порядка 10 машин в разных дисциплинах, будем заливать тоже Suprotec Atomium, потому что масло показалось с хорошей стороны. Использовать автоспорт для тестирования масла оказалось очень продуктивной идеей, где еще можно найти работающие на пределе машины. Поэтому масло оказалось не только в автомобилях Suprotec Racing, но и у других гонщиков. Например, у Павла Васина в классическом ралли. Мы проехали пока только одну гонку. Раньше я лил в ралли 10-60. С Suprotec намного все проще, лучше, мягче. Мотор проще заводится, проще прокрутиться. Гоночный мотор его и так непросто запустить, особенно зимой. На улице. С этим маслом он лучше запускается. Полностью синтетическая база, в которую входят поли-альфа, лифины и эстеры, позволяет иметь очень высокий индекс вязкости. И это позволяет в том числе получить низкие температуры потери текучести. Например, для масла 5,30 это минус 45 градусов, и для масла 5,40 минус 54. Отнимите 5 градусов, это совершенно уверенный запуск. То есть минус 40, минус 45 градусов. Немалые нагрузки на двигатель дают не только ралли-рейды. Любые гонки – это испытания. Не исключение и дрифт. Да, эта машина всегда, двигатель работает на высоких оборотах с максимальной нагрузкой. То есть это термическая высокая нагрузка, да. И сами понимаете, если машина идет на скорости в 120-140 км в час в боковом заносе, и появляется резкий зацеп с колес, то и обратная связь от дороги, нагрузка на двигатель ударная, очень большая идет. Поэтому здесь все спортсмены, которые в дрифте, очень большой отсыл идет к качеству масла. Машина 2003 года – это стоковая М3 с штатным двигателем 340 лошадей. Мы ее обслуживаем, то есть подготавливаем к заездам и проводим регламентные работы. То есть доработка подвески, тормозной системы, двигатель, обслуживание. Человек долго выбирал масло, потому что большая проблема. За один уикенд он доливал в машину более двух литров. Хотя он использовал достаточно современное и дорогое масло 300V. Я ему посоветовал в начале 2018 года попробовать масло Atomium. Залил 540, откасал уикенд, набирает, говорит, Дмитрий, долива не требуется. Так он отъездил все лето. Можно посмотреть, в каком состоянии находится двигатель. Он идентичен заводскому, как будто только что сошел с завода. Сняты распредвалы и можно посмотреть, в каком состоянии постели. Хотя машина на тройке ездит все время в отсечке. Это говорит о том, что масло не то, что работает как надо и не угорает в таких достаточно зверских режимах, но и защищает сам силовой агрегат. Как раз на дрифте, на этих всяких перегрузках, перегазовках, очень мощных, если испаряемость высокая масла, а это как раз характерно для гидрокрекинга или минеральных масел, то, конечно, и расход масла на угар высокий. А полностью синтетическая база, опять-таки полиальфа-лефины и эстеры, имеет очень маленькую испаряемость. Только за счет базы можно снизить расход масла приблизительно в два раза. Тесты нашего масла в автоспорте, они просто подтвердили, что даже в самых тяжелых эксплуатационных условиях наше масло выдержать, уж тем более для гражданских автомобилей, гарантированно будет надежная защита двигателя от износа, обеспечить хороший ресурс и надежную его работу.